Мои имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга пророка Иеремии, 23 глава, с 29 стиха и до конца. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Я пояснять коротко буду. Сравнение понятное. Не молоточек, а молот. Молот, это вот у нас кувалда из 11,9 грамм. Это Слово Божие. А до сердца человека, которому это направлено, это не доходит. Там уже асфальт, бетон, железом обтянут, разные отговорки, когда начинаешь что-то говорить. Прошлые годы было здесь, только я вышел, сразу один с претензиями. Вы почему про меня так говорили? Я говорю, а где? Ну вот вы сказали, что меняете машины, то другое, вы же в машинах ничего не разбираетесь. Я жил на квартире у тех, которые ремонтируют. А я не знал. Подошел еще священник был и говорит, а я подумал, что про меня говорят. Мы не называем имена, только и всего. Вот это одно ограничение, чтобы человека не сделать более наглым, говорит Иоанн Златоуст. Он обречал царицу. Иоанн Златоусту были претензии. Ты не проповедник, ты только ругаешься и ругаешься. Я знаю, о чем говорю. Потому что я насчитывал все 12 томов, составлял симпонию на это. Поэтому то, что сейчас я буду говорить, примите не как мои слова. Это огонь, не подобно ли огню? То есть то, что не угодно Богу, выжечь надо. Ну у вас же люди тоже уходят, уходят. Какая причина? Одна приходит, у вас тепло, туалета нет. Разве это причина? Ей сказали, заходи, у нас рядом квартира, все. Ну что, умерла? Нет. Если человек знает, что есть спасение, будет ли он такие причины выставлять? А я хочу каждый день причащаться. Пошла туда, где вообще запретили причащаться. Или ровно 4 раза в год. Мы сейчас коснемся. Снова прочитаем. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, который действует своим языком. А говорят, он сказал. Сколько такого? А так написано в Библии. А там нет этого в Библии. Господь будет судить нас по слову, которое брат держит по руках. Евангелие от Иоанна 12, 48, говорится. Господь, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, я с большой буквы, оно будет судить вас в последний день. Неужели это непонятно? Если мы куда-то готовимся сдавать экзамены, то будут спрашивать по той программе, которая там, которую я составил сам себе в уме. По слову. А по слову мы сейчас это увидим. Вот я на пророков ложных слов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народную заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им. Но их же слушали. И теперь Бог избирает того, который никаких авторитетов перед собой не имеет. Иеремия вообще никого не видел. Будут они слушать или не будут, а ты говори. Они будут как огонь на тебя, а я тебя сделаю скалою. И они из немогут, борясь с тобою. Что с ним не делали? И это что, что он говорил? Откройте ворота. Не обороняйтесь. Мы согрешили. Но выходоносец берет плен. Тут, говорит, другой царь пришел. И там вы будете выдавать дочерей замуж, сыновей женить, садить виноградники. Исполнится мера наказания, пить им я, вы вернетесь. Никогда рабами не будем, ответил царь. Да ты уже раб, давно. Раб чужого мнения. А вот сказал такой-то святой. Во-первых, не знаем, сказал ли он. А во-вторых, обман. А вот написано, песком крестили. Написано. Где написано? Ну написано, признали же, что крещения нет. Я говорю, открой, 136-я страница, духовный луг. Вот откуда взято. Действительно, молодой еврей, дорогой как-то поверил во Христа. А воды нет, и сразу его дыхание останавливается на щелок. Они его песком посыпали. Пришли Дионисии, сказали епископу. Не выдумывайте, идите и крестите в Иордане. Почему вы даже-то не считаете? Вы даже кто-то не считаете? Песочники. А можно и слюной крестить? Я говорю, вода еще кое-где в человеке есть. И наконец задумайтесь. Водай с полным погружением. Слово крещение, перевод только один имеет, погружение. Только на славянском языке, на русском, крещение. Переводчики отдали предпочтение страданиям, какие начинаются после того, как ты стал христианином. Другого нет перевода. Какое погружение, когда одевшим стоит человек? И притом ни один, ни два. Да, разрешается через обливание, но только в трех случаях. Такое обливание, значит, раздеть его и ведро вылить на него. Чтобы на нем нитки одной не было. Где? Больной. Так крестили, целопан постелили в несколько слоев, и он погрузился. А другой, где в тюрьме, человек обратился. А завтра на расстрел выводят. И все-таки воды там дают, пьют этой водой. И третье, в степи у тата плененному. Все. И они за это ухватились. Ну разбойник же вошел в брать, и не крещеный был. И он не крещен к крещению, видите как. Разбойник. Ты у разбойника спроси сначала, имел ли он возможность принять крещение. Ну нельзя же взять какие-то экстренные случаи, и их применить уже как постоянно делать. Это безумие полное. Да как капля попадет? Где вы взяли, что капля попадет, когда погружение? И показывает, ставим на таком вот расстоянии, и из насоса вот так вот, на кого попадет капля. Велосипедный насос. Наконец зашли до крайней точки. Люди-то не крещеные. Русь не крещеная, это вся Украина заражала все воды. Они не крещеные, приехали, бритые, и теперь как показывали себя. И вот он сейчас в возмездии наступил. И слова друг у друга крадут. Что далее? И они никакой пользы не приносят народу всему, говорит Господь. Если спросят у тебя народ сей, или пророк, или священник, какое время от Господа? То скажи им, какое время я покинул вас, говорит Господь. А заметил кто-то, что покинул Господь? Идут люди в храм, колокола звучат, свечи горят. Патриарх одевает, одевает одежки, а посчитал где-то 8 или 9 покрывал на нем. И позавчера, кажется, он где-то в одном месте был, в монастыре вокруг. Лепископ и митрополиты стоят, монастырский устав сполняется. Хористы поют. И вдруг он подскользнулся. И не просто так ногой, а двумя ногами вперед и со всей силы в спину падает. И все это засняли, выставили. Теперь начали рихтовать. Но он умница. И он сказал, надо как чисто они здесь сделали пол. А закон притяжения, как говорят китайцы, все еще действует. Понятно, что у него юмор есть. Я попутно скажу, мы должны брать из истории добрые примеры. Из дальнего похода император сходит по трапу, заткнулся Юлий Цезарь и упал. Ну, нога подвернулась. Что делать? Он мгновенно наклонился и посыловал землю, земля. Наконец-то Родина здесь. И все, кто сходят, солдаты падают на землю, силуют. Ну, любое дело можно повернуть так, чтобы оно было благородным, чистым. И других побуждало к добру. И далее. Если пророк или священник, или народ скажет, бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брату, что ответил Господь или что сказал Господь? Вы вот это спрашивайте. Я стою здесь, сам не считая. Поверьте, мы не договаривались с ним. Что сказал Господь, а не то вот сейчас такие опасности. Какое бремя? За это слово Бога, говорит, без наказания не оставлю. Будут глады, моры, землетрясения, войны, брат на брат, народ на народ, царство на царство. Это не бремя. Это любовь Божия. Потому что как ты не учился, кончится здесь. Но там никогда не кончится. И ради того, стоит пострадать, как Серафим Саровский говорил, ну немного, хотя бы лет сто. Вот эта комната вся наполнена одними щервями. Не простыми щервями, а которая бессмертная. Которая прогрызает человека во все органы насквозь. И тогда, любезная моя, любимая моя, стоило претерпеть. Ну всего только сто лет. А там бесконечность. А этого слова, бремя от Господа, впредь не употребляйте. Ибо бременем будет такому человеку слово его. Потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Вот сказал, грозные слова послышать. Они стали исполнять? Нисколько. Наступило время. Некоторые остались на этой земле, но еще боятся, что тут их будут преследовать. И креме. Ты помолись Богу. И что Бог скажет? Мы так сделаем. Идти в Египет или не идти? Он говорит, вы же знаете сами себя. Но вы же не будете исполнять-то. Зачем искушать? Нет, мы выполним. Он помолился, там три дня пришел и говорит. Бог ответил. Как? Сказал, не ходите, сидите. Это 30 глава, 7 стих Исаия. Ваша сила сидеть спокойно. Вот как наши любезные сидят. Никуда не выходить. Сидите. Со своими жезлами, хоть и не епископскими. А мы пойдем. Все пошли, взяли. Кто корюшку хлеба, Кто что мог. А Иеремия взял булыжник. Ничего больше нет. Ну и человек. Какой же порог. Каждому солдату иголка дорогая. Нести лишнее. А это булыжник. И до Египта донес. И когда остановились где? Да вот нам дали землю тут. Можем жить. И вот тогда выкопал яму. Обмазал глиной. И поставил. Вы убегаете от кого? От царя такого-то. Вот он придет. На этом месте будет шатер. Посреди шатра мой камень. Я фундамент уже заложил ему. Никогда не додумаешься, что это будет. Сегодня по многим параметрам мы можем увидеть. Каждому необходимо взять этот булыжник. А потом сам себе найди ему применение. Пошли дальше. Так говори пророку, что ответил тебе Господь или что сказал Господь. А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь. За то, что вы говорите слово сие бремя от Господа, тогда как я послал сказать вам, не говорите бремя от Господа. За то, вот, я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего, и положу на вас поношение вечное и бесславное вечное, которое не запудется. Можно ли это без слез слушать было им? Это навсегда любимая Родина. За большие деньги им разрешали, допустим, в два года десять человек имелись право прийти из плена, из дальних холмов посмотреть на Иерусалим. И всю дорогу плакать туда и сюда. А если бы послушались с ними сыновья, дети, и царские дети были бы живы, а детей из царских тут же перед ним всех зарезали. Это картина, когда в Иерусалим смотришь, где нельзя без слез смотреть. И это сегодня, на сегодняшний день, сейчас мы увидим, как Бог нас предупреждает. Мы пришли сюда не случайно. Сегодня некоторые говорят, да какая общая? Общая никакой и нет. А я говорю, а что ты понимаешь по словам общая? Какой-то общак, как в тюрьме. Общая. И где это говорилось? Слова община вообще в Библии нету. Это первое. А второе. Под словом общим, золотого с гортуна, всеобщее. И воздух, и солнце, и земля. Говоря об язычниках. Они ему тоже не чужие. И как это будет выглядеть? А так, как Господь сказал. Общая только встречается три раза в Священном Писании. Я скажу сразу. Из Икиера 48.15. Деяния полоса в 2.44 и 4.32. Все было общее. Где в городе, в Иерусалиме, нигде. В деревне это быть не может. Один держит 50 коров. У другого 100 сменей. 30 с лишним крупного рогатого скота. А у другого ничего нет. Два дохлого поросенка. И общее будет. А они в городе что имели? Продавали имение. Деньги отдали. Повара назначенные. Они поели. Не написано после этого. Они покупали что-то. То есть это время. Но коммуна это не прижилось. Коммуна это общее означает. И больше никогда о ней не упоминается нигде. А в первой христианской церкви было. Монастыри пытались это сделать. Но не получилось ничего. Ведь у нас не по слову Божию сравнивать. Как справлять Пасху? Вопрос какую? Бескозаведнюю. О, там заложено. Ягненка взять. Годовалого. Непорченного. Если он косой там или нога была переломана, уже не брать. Его специально готовили этот подвиг. Дальше зарезать его. И кровью помазать. Перекладину. И оба косяка. А чтоб крест получался. И порог. Да порога не было. Не надо выдумывать. Не было. В шатрах порога никогда не бывает. Ни у татар, ни у русских мосов. И что? А вот теперь далее. Есть как? Если вас мало в доме, позовите соседа. И вы должны съесть все. Кости не ломать. И только можно сжечь. Как? Не варить. Жарить. Это что-то наподобие сегодняшнего, когда на шампунь надевают. И съесть нужно. И с горькими травами. Моррера. Вот сколько надо. А у нас как Пасха? Яйца и курищи. Про яйца не сказано, а про курищи смешно. Я говорю, почему яйца вареные, синие, зеленые, там какие? Ну, должны же объяснение какое-то дать. Яйцо имеет смысл, когда оно сырое. Это скорлупа. Это гроб. А там внутри зародыш, который будет расти, как воскресенье. Что-то означает. А Пасха-то, курищи стряпают, ничего не означает. Я говорю, что это? Это гроб. Так вы гробоеды. Ну, гроб, если оно означает. Правильно насчет этого. Мне нравится только одно. Суббота, перед верным воскресеньем, Лазарево суббота. Икру можно, а рыбу нельзя. Потому что рыба внутри это жизнь, а это корпус как гроб. Тут объяснение дается. А наша Пасха ничего не означает. А вот Мария Магдалина, там написано, легенда сохранила это. Обыкновенная женщина. Откуда-то пришла из порабощенной страны. И она ходила к императору. Маленько, подумайте. Ну, ты поставь себе задачу. Я все сделаю, с президентом будет личная встреча. Она тебя дорогой снимут за этим. Ты что думаешь? Для нас. Да с патриархом не встретишься наедине. Я пытался ему письмо подать. Другой был Пимента. А рядом стоят протодиаконы. Ну, такие. Не я. Не мой рост. Он меня так легонько ладонью толкнул. Я вот как до стенки отлетел. Да ладно было, что я передал было с Америки уже ночью. Нет подхода. Только колесам этих лимузинов кланялись. Мы считаем. Слово Божие. Где мы все это узнаем? Из книги. Библиотека слова. Слово Библии в Библии не встречается. И слово Библиотека только один раз встречается. В неканолической книге 2 Маккавейская 2.13. Когда собирали книги. И кто это собирал? Ниемия. Ниемия. Ездра. Два человека. Когда мы считаем евреям. 3.13.7. Там написано так. Поминайте наставников ваших. И взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Кончина жизни. Вера. А кто это взял за эпиграф 12 книгам жития святых? Димитрий Ростовский. Эпиграфом взял во все книги. А когда этого ничего в России не было. Почему? В душе была тоска по этому. Я по-другому не могу объяснить. Взирайте. Да только на мертвых. Нет. Сегодня обманывают на каждом шагу. Павел говорит. Подражайте мне. Как я Христу. Да он и не умер. И подражайте тем, которые видят образ во Христе и образ наш. При жизни. А это уже, как по сегодняшему сказали бы, канонизировано. Которые проповедовали Слово Божие. По этому принципу упоминать у нас некого. Ну по порядку. Просмотри. Ходили нам народ. Проповедовали. Нет. Я занимался житиями святых. Составляя симфонию. И скажу, что примерно 99% под этот стих не попадают. 13-7. Послание к евреям. А они не проповедовали. Они прятались. И какими бы талантами не обладал человек. Он знает. Ну возьмите вот. Ян Дамаскин. Его узнали. Ну как сейчас Алкеева это Илариона там сослали. Он талантливый. Для одного человека даже многовато. Он проповедник. Он режиссер. Он не пианист. Это композитор. Понимаете? Какие данные в одном человеке. Это было у Яна Дамаскина. И он его принял. Знаю, что он такой. А такой человек с такими талантами. В его свете что он делает-то? Все остальные понимают, что они мошки. Они никто. Они могут подниматься выше. А как выше? Выше, когда ничего не знаешь. Я напоминаю. Попутно житие Макария Александрийского. Мы его приняли. Он попросился. Да я монах там другого монастыря. Ну, муж где-то допускал неправду. Взяли. А что делаете? Плетем там вот из... Вымачивают. Листья пальмовые. Веревки, циновки. А с чем питаетесь? Ну, капуста там. Листики дают какие. Вот он день-два. Монахи забеспокоились. Он не пьет, не ест. Проходит где-то около недели. Он побил все рекорды. А он по 30 дней не ел. Я не сразу к настоятельству пришел. Ты где нашел это? Убери его отсюда. Он делает так, что мы-то как будто монстре еще никогда дня не жили. Ревность. Это жизнь я все сохранила благодаря Дмитрию Ростовскому. Он побудил их подвиг. Они стали так же делать, трудиться день и ночь. Нет. Они смотрели, этот рекорд ставят. И тогда в этом свете я никто. И вот в этом-то состоянии сегодня находится и церковь. Если заметили, он что-то знает где-то больше. Музыкант. И вот этого принимают. И он ему наказывает. И он. Одно тебе только даю. Чтобы никто никогда тебя строчки не получил. А он поэт. И музыку. И не напевай никогда, чтобы никто не знал, что ты музыкант. То есть заглуши все таланты. А в это время у одного брата умер брат. В монастыре. И он к нему подошел и говорит, я слышал, ты там на воле-то был каким, композитор, поэт. Ты мне еще нет состав, ты же знал нашу жизнь. Я про себя буду мурлыкать, и мне будет легче. И он взял, написал. Настоятель прослышал. Ты откуда-то взял? Ну видит высококачественная музыка. Ну, поэт настоящий-то. Ну, говори, я тебе дал, да. Что он додумался? А у него до этого было, когда обвинили его в измене Родине, отрубили руку. Вот троирующаяся-то икона-то где. И он эту руку выпросил, она уже на солнце вздулась. И повесила, и стал плакать и молиться. И рука впросла на месте. Только остался рубец. Это не барский. И настоятель ничего не придумал ему наказание дать. Ты знаешь, туалет на жде, сортир. Голыми руками, чтобы вычистил его. Это той рукой, которую, говорит, Божья Матерь вернула ему, а то же сам, пишет Дмитрий Ростовский. Вот в каком мы состоянии находимся. И это нам сегодня преподает Господь Бог. Чтобы лжепророчества не входили в наше сердце. Они крадут друг от друга. А тот сказал, он сказал, все, не упало, его нигде нет. Считаем дальше. Исход 17. 17-14. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о малекитян из Поднебесной. То есть книги были, но книгой, конечно, не наш переплет такой, а свиток сам назывался книгой. Я сказал, что упоминяется слово библиотека один раз. И подражать, допустим, Давиду нельзя, имея все данные. Поэт, музыкант, царь, пророк, псалмопевец. И одним разом все порушил. Чего не хватало? Сколько жен было? Десяток? Увидел другую. Воинам сказал, привели. А грех-то растет. Проходит три месяца, она говорит, грех растет. Теперь уже явно видно, что она на сносях. Что делать? В первую очередь вина перед мужем будет. Вызвать вас в фронт, а он герой. Он защищает царя. Вы знаете, как он не пошел отдыхать, и как списать нельзя было на другого. Прости нас, Господи. Прости. И получилось так, что когда будет штурмовать, он первый вырвется, а вы сразу все отступите. И он останется один, окруженный врагами. И так и было, так его убили. И опять спокойно. Все теперь законно. И нашелся один пророк. Друг его. И он стал ему так говорить в аллегорической форме. Вы знаете, все. Вот у одного было там много вещей, а у другого одна. И она была любезна. Она на груди у него голову уложила с пола. Но когда пришел гость к богатому, он не взял ни одной овечки, а пошел и этого отнял. Давыд как сразу? Смерть ему! Хотя закон гласил отдать четыре. Я в цель. Откуда смерть-то? Он сразу же, а это ты! Все закончилось. Вот попробовал бы он сказать правителю, который был в стране. Далек ли бы он ушел человек? А Давыд согрешил я пред Богом. Ну а дальше дитя умрет. Дальше начнется семья и ралаш. Брат насилует сестру. Другой брат режет ему глотку. Дальше, наконец, один захватывает царство, его выгнали. И все будет за один грех. И он знал. И, наконец, Господь отступил казни. Пошло одно и радостное. Конечно, если по закону, он должен умереть. Но псатыри бы не было. Допустим, до 50-го псалма дошел. Как раз в 50-м псалм он и говорит, согрешил я. Избави меня от крови Божьего. Божье спасение моего. И думаешь, и здесь Бог сделал снисхождение, вопреки закону. Хорошо, что сделал. Иначе бы было считать нечего. И дальше. 17-14. Прочитали. Так, исход 32-32. Я говорю о книге. Некоторые книги в руки не берут. Я говорю о находящихся здесь. Понимаете, вот сегодня один раз только не возьми. Сегодня не посчитали Слово Божие. Я говорил вам, у нас начинается моление здесь, брата Владимира в доме. Ровно в 5. Встаем в 4.40. Выберите хотя бы один раз, пока мы еще здесь. С нами побудьте полчаса, не больше 10 минут на Слово Божие. Хотя бы посмотрели. Вот люди, которые приезжают, новые. Ну вот, к 10 июля-то ждем больше. А вы свои рядом ни разу не были. Еще раз предупреждаю. Вы придите. Как согласно Слово Божие. Это немалое дело. Вчера только предупредили. Снова вызывает один из наших крестился на допрос. И там Дворкин, кто участвует против меня. И они взяли мои книги в Одессу. Три года продержали. Вернули. Направили Киево-Пещерскую лавру. Где-то уже 13 лет. И заглохли профессор какой-то. И не могут еще сказать. То есть, да, грозные слова. Но это не мое. И здесь мы считаем. Исход 32.32. Еще раз послушаем. Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал. Я знаю только три человека, которые так молились. И молились потому, что не знали, о чем молились. Почему? Зачем мне все остальное, если я буду из книги жизни выщипнутой? А посередки-то нету. Есть свет, есть тьма. Серенькой мглы нету. Есть жизнь, есть смерть. Переходных-то там вот как католики придумали, делают. Что, может быть, где-то там. Помолились. Да у православных то же самое. Частилище. Нет этого. Итак, из книги жизни меня истормия. А Господь говорит, кого надо, я истормию. Без себя знаю. Это все будет написано. Второй Павел говорит, за родных евреев я готов быть истормутым. Из книги жизни. И третье. Серафим Саровский. Когда молился о русских священниках, архиереях. Три дня и три ночи. Это третий том в настольной книге священнослужителей. Это 601-я страница. Дальше я не понимаю. Дальше прямая речь идет. Как он услышал голос это? Или его откровение было? Ну, написано. Бог-то говорил. Не пощажу и не помилую. А в чем вина? Они вымыслами человеческими. Заменили Слово Божие. Это 118-й Солом, 113-й псих. Вымыслы сейчас такие ненавижу. Вот надо определить, где они. А Слово Божие люблю. Закон твой люблю. Вот заметьте, люди, когда где-то отца маленько отстал. Пока маленько успевает встать рядом. А если отстал, то уже отстал навсегда. Потому что ты не догоняешь, а тебе идут быстрее, чтобы у нас этого не было. У нас есть люди, которые на занятиях никогда не бывают. То есть им разницы нет, где мы будем числиться. Какой лепархии? Китайской, японской, православной. А для нас это все, значит. К слову сказать, полтора дня назад батюшка мне позвонил и говорит, Росгвардия приехала сюда. Я должен быть здесь. Ну, я бросил все и бегом сюда, на велосипед. Но они вот стоят все в дверях здесь. Молодые, симпатичные мужчины. Глаза трезвые. И батюшка говорит, а я не слышу. Я снимаю. Там мы вошли вокруг. Оказывается, это я так объясняю. Из-за чего это? Заботу о том, чтобы не взорвали наш храм. От террористов. А из-за чего это угроза? Там, где война идет. Там попадали снаряды в них. И вы нас взорвали, и мы вам взорвем всю Россию. Ну, было такое. Не приведи Господь, конечно. Я только догадываюсь, что кто побудительный. И он расписался, батюшка, на одной бумаге. Дальше я стал считать, и там написано. Святого Анфима Некомедийского. Русско-православная церковь за границей. Так что все остальные, бредни, которые на нас говорят. Патриархию гонят. Нам не надо туда быть. Там наша смерть. А в скобках написали патриархию. То есть, чтобы не соблазнялись, что мы никакие, ни сектанты, ни элитики. Своими глазами считал. Я говорю, что говорили, ходили без меня. Только выехал уже в юстиции, что-то снять. Все это беззаконие. Кто не ходит на благовестие, и не бывает на занятиях, им развести никакой нет, запомните. А когда ходите на благовестие, ну, чтобы вот это вот говорить, мне надо было где-то, может, две недели, чтобы собрать лишнее, как не лишнее, а много уже, и рассказать, и чтобы приняли это. Это Иисуса Новина 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Наоборот, если ты день и ночь не вникаешь, в делах не успешен и все остальное. Вот тут. Если ты будешь считать, вникать, будешь благословен. А нет, ничего этого нет. А что дальше говорится? В делах будешь успешен, благословен. Считайте. Ну, доказывать не надо, что тело – это рабыня, все так называют, а душа – это госпожа. И поэтому для рабыни сколько забот, как учатся готовить, какие вкусные пищи. А для души-то где? Об этом много говорит Иоанн Златоуст. Над ним смеялись и говорили, ты говорил, пить нельзя, пьяности не наследовать. Да в окно глянь, пивнушка-то там твои, прихожане. Он говорит, ну да, мои. Но я и не говорил, что сумею всех убедить. Но если всех я не убедил, но вы-то пришли, да там всего-то, как и у нас сегодня. Вы знаете, что 7 минут от омоления. 16 человек зашли, а 9 там сидят, разговаривают. А один вышел отсюда. Вот сегодняшняя математика. Сегодня, реально. Объявлено, и тогда они там за дверями. Смотрите, чтобы не оказаться вообще за дверями божественного спасения. Прийти через дорогу только, рядом, в одном месте живем. Я говорю, на сегодня, на 26 июня 2022 года. 7 минут стояли там. А по нашим правилам, вы должны все написать объяснительную. Я прошу это сделать. Здесь, по небрежности, кого-то, я уж не буду старосту трогать, сам такой же. Надо написать. У нас это устав, не нарушайте. Почему вы на 7 минут опоздали? Напишите. И тебе, а зачем? Тебе не надо спрашивать, зачем. Ты должен сделать. Ты должен сделать, и все. Я хочу засвещаться до вас. Вы тогда поймете, когда будете писать, и вы начнете увидеть мелочность, которая вас задержала. Что вы не первый раз это уже делаете. И бывает так, вечером, дом, несколько человек, никого нету. Бойтесь проклятия Божие. Когда война окончилась, и проверили, из Мироза никого не было, город, сразу раздался голос. Прокляните, Мироз, прокляните. Никто не пришел. Вы хоть одного посылайте из дома, если... Ну, бывает там, уборка какая-то. Ну, хоть одного из дома. Я не придумываю. Я прямо считаю по слову Божию. Далее. Четвертый от Сарса, 22.8. И сказал Хелкия, пересвященник Шафан, писцу, книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелкия книгу Шафана, и он читал ее. До 22 стиха. И один раз Библия упоминается. Меня почему Библия привлекла? Первый день. Вот нынче, 27 сентября, будет ровно 60 лет, как Библия в моих руках. И не было дня, чтобы я там в тюрьме был, в лагере, чтобы у меня не было с собой Слова Божия. Не было. Я ставил условия. Следователь, ни одного слова от меня не услышится, если у меня не будет Библия в руках. Но он сразу посоветовал, ставил в КГБ, в прокуратуру, да дайте ему. И все. Я один был с полной Библией в лагере. Там были, так свидетели его называется, правильно, свидетели Старовой Баши. У них ничего не было, они мне очень завидовали. Но читали вместе. Почему не были? И напиши. А в уставе-то написано воскресный день, а про субботу не сказано. И поэтому в субботу я не приду, в воскресенье приду. Один-два раза так сделал, дальше этот хвост за тобой будет тащиться. А вчера была тоже проповедь. И проповедь очень важна. Как аккумулируется энергия солнечная в дереве. Почему им топим? Откуда? Вот все, я о деревьях вчера как раз рассказывал. Да не только это. В воскресном уже Евангелие считалось. Почему было не прийти? Тем более, батюшки нет, там меньше часа. Привычка уже. Привычка, от которой надо отвыкать. Ты скажи, я сегодня услышал, и тебя даже задержат, ничего не знаю. Воткни там свои инструменты, прибеги-бегом. Не пожалеешь. Минута потраченная здесь, она тебе за год пойдет. Так. Четвертый осад, 20... Она дальше считает. Нашли. Закона не было. Вот ужас какой. Во всей стране не было. А он спрятанный в ящике лежал. Ну большой ящик, я даже предполагаю метра два. И туда на строительство храма, не строительство, а ремонт. Барасаль приносили деньги. А теперь дали указание капитальный ремонт делать и стали вытаскивать. Ну там что-то блести так. Ну давай. А там уже мусора не видно. Тот стал глубже копать. И там свиток лежит. Подняли свиток. Так это закон Божий. Во всей стране нигде нет. Одна единственная Библия и так под запретом. Деньги они караулили. Король они не Библию. А теперь-то просчитали. В ужас пришли. Послушаем, что случилось дальше. И пришел Шафан Песец царю. И принес царю ответ. И сказал. Взяли рабы твое серебро, найденное в доме. И передали его в руки производителям работ. Представленным дому Господню. И донес Шафан Песец царю, говоря. Книгу дал мне Хелкия, священник. И читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И по... Так молитву скажу. Не знаю, где этот стих заканчивается. Ну, представьте. В царском одеянии. Все-таки с утра было хорошо. Сариса рядом с ним. Дети подрастают. И он ни разу не поинтересовался. Ни один священник не сказал. Ну, как правильно-то исполнять-то. Праздники и все остальное-то. Нет нигде, никому дела нет. Это наше состояние может быть такое. Нынче ни один ко мне не подошел и не сказал, на благовестие поедем или нет. У вас тут нет сегодня того человека, который подошел и сказал, те годы было. А когда мы пойдем на благовестие? Вот как. И вот он услышал, еще ничего нету. Пока беды нету. Одежда – это знак крайнего бедственного положения. Я каюсь. И дальше что будет? Слушайте. И повелел царь Хилкия священнику и Ахикаму сыну Шафанову, и Ахбору сыну Михеину и Шафану Песцу, и Асии слуге царскому, говоря. Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги. Потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов в книге сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам. Это только не томитесь. Батюшка служил бы, еще и служба шла бы. И вот теперь он не стал толковать. Он сразу подумал, концовка. Это столько лет, и мы не знали. А что же дальше-то будет с нами? И он тогда всех по порядку перечисляет священников, посылает тому, кому открыто это. И дальше событие как разворачивается? Ну ладно, это царь другой, сожги, да и все. Вот мы говорим, у нас Библия. А как мы узнали, что у нас Библия правильная? Был такой Константин Тишендорф, немецкий исследователь. И он в основном работал по Востоку. И однажды там, у них там монастырь Святой Екатерины на Сенатском полуострове. И он в зимнее время руки греет и спрашивает, а у вас что-нибудь есть в старой свитке? А монах говорит, нет, у нас ничего нет. Он голову повернул, а там монах какие-то черные поленья в пещу жжет. Он как с движимым инстинктом исследователь, он подскочил из печки, которые горят, выскочил. Это тот самый свиток, с которым у нас перевод. Вот как Бог сделал это? С этого перевода дальше будут иметь люди Библии. А так как полуостров по протекторатам Российской империи находился, он подарил царскому правительству. А царское правительство уже все потеряло при советских. И в 1936 году этот Сенатский манускрипт, он так называется, продали Англии за 500 тысяч долларов. Так это тогдашние деньги, это миллионы. А этим зачем он нужен? Какая это кожа? Вот как. Какие-то люди находятся, которые стараются. И мы имеем эту Библию. Где-то там что-то оторвано было, у нас несколько стихов нету, третьей книги Ездры, седьмой главе, это так, 70 стихов. Дальше. И пошел Хелкия священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Асае, колдами пророчица, жене Шалума, сына Тиквы. Вот что, интересно, женщины, сестры, смотрите, какая роль бывает у нее, она пророчица. А кто ее учил Бог? Вот недавно у одной нашей знакомой, близкой знакомой, на крещение приезжала здесь Наталья Усата из Германии. Муж, сирийц, он, а я ее назову дочь так, она говорит, нет, назвать только Деворой. Девора. А когда библейские имена дают, то не надо смотреть в какой день, в любой день можно называть. Я это правило нигде не считал, но так принято где-то. И так и назвали Девора, она как-то сумела сделать, пока его дома не будет, это священник, она шла ее. И так крестили, наполовину даже не погрузили. Теперь где по-настоящему ее можно крестить? Девора, пророчица. И там один, когда получил, сказал, ты вождь народа, иди народа эти, разгони, побей там. Я боюсь один, пусть пророчица со мной идет, Девора. Она сразу ответила, я пойду, но победа будет уже не за тобой. Победа достанется другой женщине, вы знаете, там, когда колом она прошибла главного сесару. Вот как у Бога устроено. И снова мы видим, стоят священники, по-нашему там епископы, митрополиты, а посылают к женщине. Ободритесь сестры, вы еще себя не знаете, кем вы можете быть, когда Бог вам откроет. Сына Хаса, хранителя одежды, жила она в Иерусалиме, во второй части и говорили с нею. И она сказала им, так говорит Господь, Бог Израилев, скажите человеку, который послал вас ко мне. Так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жители его. Все слова книги, которую читал царь Иудейский. За то, что оставили меня и кодят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие. Это она говорит, женщина, скажите тому, кто послал, значит отсюда, а она не знает, кто послал. Но что они пришли в группу этой, где-то договорились с кем-то, и что с ними будет дальше? Вот так я сегодня хочу сказать вам. Я не боюсь вас обидеть, потому что я знаю, вы верующие. То, что скажу, примите и близко. И вот она с ними разговаривает. А царю иудейскому, пославшему вас, вопросить Господа, скажите. Так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал передо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят в глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие. И принесли царю ответ. Вот ответ. Пока откроем Матфея, 2 глава, 4-6 стих. Господь видел, как он одежду раздирал, звук ее слышал, Бог говорит. Она ничего не знает, сидит дома. Радио не было, телевидения не было, никто ничего не снимал, никто не умирал от этого страха. А она все это видела. Это как было, мы считаем, у Паисия идет монах, а к нему там еврей пристал, попутчика, хорошо. И тот еврей грамотный был, начал доказывать. А вот Иисус-то, это не обещанный Мессия. Мессия еще не пришел. А этот, ну может быть и так. Когда пришел, пришел там в город, продавал, что есть, а он с ним не разговаривает, он. Аба, это я пришел. Он отвернулся, он ничего не может понять. Потом все-таки я ответил, кто ты такой? Ну как кто, да я же твой ученик с тобой живу. Я все делаю как надо. Уйди проще, отступник. Иуда, Бог проклял тебя. Вот тут беда, да и как это? У него телевидение, это не было, вот его Паисия, а как узнал? Ты дорогой шел, с кем-то разговаривал, да? И когда он сказал тебе, ты что сказал? Может быть так? Так это прямое отречение. Какое может быть так, когда-то Мессия пришел, Христос? И вот это надо, что делать-то? Плакать и молиться. Стали молиться из него, как дым повалил, как из трубы. Черный демон, который вошел в него там. Без основания ничего не проявлялось. Он пришел, делает, убирает. А демон уже внутри занял. Только прозор его увидел это. Нас сегодня Господь через эту пророчество побуждает исследовать себя. Когда книга наша была зарыта? Библия является или настольной книгой? Ни одного вопроса нету. У меня вопросами по Библии буквально засыпает. Сколько людей из разных стран с вопросами и с вопросами идут. Это Бог только делает так. И полное доверие люди имеют. А свои рядом не нуждаются. Так, посчитаем. Матфея 24,6. Я говорю о книге. Как книжники были. И каком были они уважении. С ними цари разговаривали. Хорошо, если ты знаешь, что ты книжник. 24,6? Да, вторая глава, четвертая пристоль. А, вторая глава. Да, Матфея. Просто увидим, какие были книги. Как относились к книжникам. Люди не расположенные. 4,6. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Когда пришли волхвы. Они же сказали ему, в Ифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудин. Ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ Моя Израиля. Что интересно, я на то разговариваю. Написано у пророков. А у пророков ничего нет. Если бы не затулся, я бы даже не узнал, что нет, оказывается. А Матфея-то ссылался. Значит, они были, эти книги. Многие были книги уничтожены вместе с авторами. А многие по небрежности золотого цвета были потеряны. Но что это так, то так, как написано. В дневном завете слово книга встречается 36 раз. Только в одном откровении слово книга, упоминается, 20 раз произносится. А откровение 22,7. Посмотрите, есть слова, которые немножко мы переведем по-русски, как звучат. «Все, гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». 18 и 19 стих этой же главы. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язва, которая написана в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и во святом граде и в том, что написано в книге сей». Итак, и откровение 14 глава, 6-7 стих. Вот сейчас в этот стих мы вдумаемся, встречались мы с этим или нет. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечный Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небу и землю, и море, и источники его». Если один только Ян слышал, а как мы то услышим? Через Слово Божие. Это нам Бог говорит. Ну а кроме того, ангел нес Евангелие посредине неба. Какая средина неба? Где? А земной-то шар какой? Тут сразу вопросы встают. Есть такое сегодняшнее толкование. Это телевидение, это интернет, где слышится Слово Божие. А ангелы обращают посланы, ну так как и апостолы. Свидетель, свидетельство какое дают они. И поэтому отрицать этого распространения Слова Божия никак нельзя. Вот видели красненькие такие Новые Заветы? Это четвери Евангелия. Крупным шрифтом и написано по благословению Патриархи Кирилла. Удобно раздавать их. И кто-то же взял на себя это. И я так примерно узнал, ну наверное около пяти миллионов уже раздали. В России этого никогда не было. Ну мы получали сентярами. И все раздавали. Раздавали каждое воскресенье. По городу ходили. И поэтому к мою, если надо, можно заказать. Только за пересылку платится. По сегодняшний день издают. Первое коринфо 16.22. Послушайте, кого Бог больше всего отвергает от Себя, чтобы мы не попали в эту категорию? 16.22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, Анафема, Муранафа. Любим мы Господа или нет? А как доказать, что ты Его любишь? Открывать не будем. В 14.15 Евангелие от Иоанна говорится. Любите меня, собредите мои заповеди. Если книга у тебя есть, стоит на полке, ты ее не считал ни сегодня, ни вчера. И под разными причинами. Ну, без еды ты пойдешь пахать там или... Нет. С собой возьмешь. Возьми Евангелие. Остановился дорогой. Ну, пять минут. Пять-то минут. Это ничего тебе не решает. Посчитай. А дальше едешь размышляя. У нас есть братья, которые пишут на картонке. А потом скотчем обклеивают. И удобно считать им всегда с собой. А вы как запоминали? Ну, я на работу ездил на велосипеде. Точно так же делал. Еду дорогой. Раз. Все. Здесь. Я вас побуждаю к этому, братья и сестры. В первую очередь. Братья даже лета. Я говорю, не обращайтесь к сестрам, а сестер научите этому. Кто скажет, обращался к сестрам. Так. Матфея просчитали мы. Теперь Галатам 1.8.9. Слово анафема – окончательное отвержение, проклятие. Харем называют. Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Вот так. Что говорить? А ты себя сверь со Свою Божьим. А вы все проверяйте? Абсолютно все. Я насчитывал жития святых. И колокольчик у меня висел самодельный. Я ударял в него. Что не по Евангелию. Иногда было прям, ну, два раза. Иногда три раза бил. Ну, говорит, не выброси. Я не выбросил ни одного слова. Но и не одобряют. А что такое-то? Совсем никуда. Очень просто. Ну, там стройка шла. Храм строили. Ну, конечно, не железные, деревянные были. Не рассчитал. И жителя по труду, по технике безопасности. Комиссия шесть человек. И как только поднялись, видимо, донули. И все полетело вниз. Пять трупов сразу. Один долго лежал. И они его кое-как там достали. И что он умер. Что они дальше делают? Они одежду его, пропитанную кровью, выжимают. И дают пить людям. Когда написано даже 15 глава Деяния Апостолов. Крови животных нельзя. Тут я уже трижды молотил. Кроме того. Ну, Апостол Павел говорит. Для чего крестящийся для мертвых? Как это непонятно? Понятно. Он хотел принять крещение. Но, вот у нас крещение 10 июля будет. А 9 он умер. Умер, попал в аварию. И поэтому они сделали так. Его в гроб кладут. А кто близкий, к нему под гроб залазит. И тот спрашивает. Веришь? Я тот оттуда. Верю. Крестишься? Крещуся. Ну, и льют на того воду и на этого. Это пояснение дается. Ну, польза есть или нет, не знаю. Но Павел показывает, что делали так. И поэтому нас Господь сегодня на это подталкивает. Слово Божие. Душа бессмертная. Заранее. Что сегодня читали? Я вам рассказывал про это. Как одна из галптистов, когда уже приняли православие, возвращение домой. Ну, она спрашивает. Батюшка. Вот мы с сестрами перезваниваемся. Ты что сегодня читал? Вот такое. А ты такое. Батюшка сказал. Забудь про это. Что у нас этого нет. У нас этого нет. А что сестра, там она матушка, что она полураздетая, что она мылеванная. Это у нас как? Это разве так можно? Да как у нас сейчас батюшки собираются, когда сидят и закурят? А в Греции вообще? Епископ подошел по благословению, папиросу переложил в другую руку, благословил и опять в рот. Это даже нет. Мы должны сегодня сказать, это не от Бога. И Богу это не угодно. Мы храм Божий. Курим отнимает 13-15 лет жизни. Со мной если разговаривают по интернету, сначала прекрати это, потому что это самоубийца. Итак, согласно Слову Божию, мы сегодня просчитали, Господь призывает нас вникать в него и исполнять Богу нашему славу во веки веков. Аминь.